Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 января и самое время поговорить о выборе сортов перца для получения раннего урожая. Я специально в предыдущем видео, где я рассказывала, как в принципе можно вырастить перец для раннего урожая, не стала говорить о сортах, потому что это отдельная тема, тема очень большая и нужно поговорить про неё отдельно. Сразу скажу, что не только для получения раннего урожая, но и для получения просто урожая спелого перца нам, жителям сибирских регионов, специалисты не рекомендуют вообще использовать позднеспелые сорта перца. Почему? Потому что даже ранние сорта, раннеспелые, имеют очень длительный период вегетации. Так, сейчас вам пример приведу. Например, ну вот, ласточка. Это не поздний, это средне-ранний сорт, но 122 дня от всходов до первого спелого плода. 122 делим на 30, это что 4 месяца. Если мы посеем его даже по нашим срокам, там 10-го, 20-го февраля, пусть будет 15-го февраля, взойдёт через 2 недели 10 дней, это пусть 1 марта, апрель, май, июнь. И хорошо, если погодные условия позволят только в июле первой перчинки начать спеть. Это очень долго. Это я ещё взяла ранний сорт, который у нас считается ранним. А если брать вот такие, как по 130, вот 130 дней. Поэтому отсюда сразу делаем вывод, чтобы получить ранний урожай, не берём для посева перцы позднеспелые и даже среднеспелые. Потому что вот 130 дней, это написано среднеспелый сорт. Представьте, сколько вы будете ждать, если у вас будет позднеспелый сорт. Отметаем сразу, для раннего урожая они не подходят. И вот хотя написано, вот это вот я взяла, нынче новинку, хочу попробовать, оранжевый красавец, написано раннеспелый сорт. Но если он крупноплодный, если указана очень толстая стенка 7 мм, я не верю, что он вырастет рано. Раннеспелый сорт, он наверное так же 120-130 дней будет расти, потому что вы понимаете, чтобы сформировать этот огромный плод, чтобы вот эту стенку напитать её соком, чтобы он созрел, чтобы он был вкусный, чтобы с него брызгал сок, ясно, что ему очень много нужно времени. Но есть сорта, которые не с такими толстыми стенками, не с такими огромными сортами, то есть это, ой, с огромными плодами, то есть это сорта, которые скороспелки ранее. Вот их мы и выбираем, лично я, потому что у меня сибирский регион, потому что мы высаживаем в теплицу, даже в теплицу высаживаем поздно из-за заморозков. Я всегда беру сорта с более коротким вегетационным периодом, вот, пожалуйста, белый налив, всего 95 дней. Есть же разница, или 130 дней ждать, или 95, это разница на целый месяц. То есть, возможно, вот этот сорт перца даст вам урожай уже в июле в теплице, спелый, а в августе в открытом грунте. Дальше какой? Ну, конечно, у нас все районированные, вот сибирский князь, 106 дней. Это тоже не 130, не 140, его тоже можно. Ну, вот колобок написано тоже, раннеспелый, 130 дней. Его тоже ждать подольше. Я сразу скажу, какие использую я. У меня вот таежный 100 дней. Таежный нас устраивает. Он маленький кустик, небольшая 100-граммовая перчина, через 100 дней он будет готов. 30 сантиметров высота. Если вы хотите получить действительно ранний урожай, посеять пораньше и получить прям, вот как только тепло настанет, высадите, чтобы он сразу плодоносил, выбирайте низкорослые, скороспелые, с небольшими перчинами, и обычно они не с самой толстой стенкой сорта. У меня всегда эти сорта Венти, Винни-Пух, вот этот белый налив. Туда же и ласточка идет, она чуть позже. Сортов этих очень много. Ну, их много, достаточно. В каждом районе есть такие свои сорта. Нужно только внимательно посмотреть и повыбирать. Сразу отметайте калифорнийское чудо. Это огромные, кубовидные такие. Ну, как, со стенкой 8 миллиметров будут очень долго. Вот уральский толстостенный, прекрасный перец, но он просто чуть попозже будет. Ранний урожай он вам не даст. Туда же идет и богатырь, и, как я уже говорила, и гладиатор, и все мои крупноплодные вот эти сорта, которые я люблю, которые я обожаю, тот же оранжевый бык, все эти бугай, другие. Они все нам для раннего урожая не подходят. Вот, пожалуйста, морозка. Раннеспелый сорт селекции западной сибирской овощной опытной станции. Вот это наш районированный. Он тоже до 100 грамм, 5 миллиметров, и рекомендуется для выращивания и в открытом грунте, и в пленочных теплицах. Даже если у вас нет теплицы, вы можете вот такие перцы посеять для получения раннего урожая на улице. Просто чуть раньше рекомендованных сроков недели на 2 сейте. Также с рассадой, как я все рассказывала, двойную пикировку или перевалку. Сразу большую тару не советую. Потом расскажу, почему надо вот именно пройти все эти ступени. Это очень важно. Не нужно в большой комок. Ну и все, я вам рассказала. У меня это обычно наши сибирские сорта. Можно посадить морозка, можно посадить таежный, можно посадить сибирский князь. Туда же пойдет и ласточка. Винти обязательно. Винни-пух. Все, которые не претендуют у нас быть в лидерах, которые не вырастают большими, которые не дают самые большие вот такие перчины. Вот эти томаты, ой, эти перцы мы берем для получения раннего влажая. Как первые, они будут казаться вам и с маленькими перчинками, и с тонкими стенками, самыми вкусными, самыми ароматными. Потому что вот эти великаны в это время еще будут месяц или два висеть, висеть, висеть и начинают приобретать свою окраску, вот например у нас, только к концу лета, когда уже раз и мороз скоро. Так что нужны нам и скороспелочки, нужны нам вот эти поздние, я все это уже рассказывала. Первые для получения витаминной продукции, для употребления в свежем виде. Потом пойдут массовые, которые среднеспелые. Там уже можно делать какие-то и заготовки, и в салаты, и в свежем виде употреблять. А последние, конечно, там они уже идут и на зимнее хранение, и лечо массово делаем, и все, все, все. До свидания. С вами была Ольга Чернова, это вот чуть подробнее о ранних посевах перца, для получения раннего урожая. Избегайте позднеспелых, избегайте сильно крупноплодных, избегайте высокорослых. Я думаю, вы в своем районе, где вы живете в регионе, у вас обязательно есть сорта, которые районированные, с коротким сроком вегетации, маленькие такие, компактненькие, которые дадут вам ранний урожай. Все, спасибо, до свидания.